Еще одна тема и этой и следующей недели судебный процесс против Януковича, который наконец-то стартовал в Абалонском суде Киева. Что происходит в суде уже и будет ли возможность услышать новые перлы от самого беглеца детали в нашей справке. Его ждали все, судьи, прокуроры и десятки журналистов, но вторая серия главного судебного сериала прошла без главного героя. Виктор Янукович на видеосвязь так и не вышел, хотя его виртуального присутствия раньше требовали именно адвокаты. 4 мая суд согласился и подготовился. Защита говорит плохо. Проведение процедуры за скайп-звязком не дает возможности установить особу, не дает возможности выполнить вымоги еще до разъяснения прав. Суд не разъяснил, чи потрібно находление прокурора порусь с Виктором Януковичем. Хоть и без Януковича подготовительное слушание началось. На нем суд должен был определить, как именно заочно судить беглеца. Прокуратура представила новый обвинительный акт. Адвокаты попросили перерыв, чтобы изучить материалы. Им дали 10 дней. Прокуроры назвали это затягиванием. И начали строить далеко идущие планы, что все имущество Януковича должно быть конфисковано. А сам бывший президент обязательно возвращен в Украину для отбывания пожизненного заключения за госизмену. Но все это после обвинительного акта. Если будет овновальный вырок, я считаю, что правоохранные органы Украины способны выполнить решение суду. Овновальный вырок – затримать и доставить Януковича до Украины, чтобы он отбывал покарание и ответил за свои действия. Вопрос только в том, когда закончится суд над Януковичем. Уже понятно, что процесс над беглецом будет долгим. Но, по крайней мере, в последующих сериях могут появиться новые герои. 29 мая адвокаты обещают показать Януковича. А прокуратура, в свою очередь, в будущем привезти в судебный зал Яценюка в качестве свидетеля. Продолжение следует...